друзья доброго времени суток добро пожаловать на канал завода меня зовут дима и мы продолжаем с вами проходить метро исход так ну что продолжим карты мы добыли в бункере им нужно их на базу оттащить так как сизвазик вот едем значит сейчас на базу отвозим карты которые мы добыли и посмотрим как дальше будет развиваться события чё нам скажут делать говорить будем говорить 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 так братва перетер я по радиус паханом этих гастролёв боится и вот даже не знаю что и сказать короче пахан этот настоящий полковник ага и прикатил он сюда не просто так а по важному заданию верховного командования что за задание правда не колется он там секретное оно но но мужики если думаете что это все кто хрен там плавал знаете откуда это полковник пожаловал прямиком из Москвы давно так держал да так это еще не все этот клоун хочет воды топлива и проезда по нашей территории всего ничего правда а взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит ребятки я такой херни в жизни не слышал не знаю что за полковник и кто ему сказал что у нас тут лохи пальцем да барон явно не дружелюбно настроен ну по пути я хочу во всякие местечки заезжать а вот этого мы собьем на нашем вездеходе давай давай малышка в гору я уверен ты заедешь так еще у нас какое-то уютное местечко какие-то выстрелы или что это откуда это а это крылья хлопают все я понял а она привет что покажешь они противогаз и хотела деть в москве было похоже правда жарищи тут духота чувствую скоро свалюсь как стёпа в общем что я тут разведала видишь кран на краю пирса кто то есть толком не разглядеть но мне кажется он меня заметил как только я пришла сюда для наблюдения за базе . отличная так что проверить нужно теперь посмотри на тот разбитый корабль самый большой у самого обреза воды видишь так вот он не разбит а разобран куда несколько раз подъезжали грузовики с клетками похоже эти бандиты держат там местных такой корабль я не вижу вот это еще что-то нашел за портом какое-то здание думаю это диспетчерская аэродрома но не уверена в любом случае техники там должно быть много может найти что-нибудь интересное что еще нашла вижу ты нашел карты молодцы вы с домером так все больше ничего не скажешь мне я буду дальше следить за вышками а ты решаешь что делать дальше как же хочется смыть себе песок я на самом деле хочу чуть-чуть поспать где-нибудь можно вздремнуть уже дверь есть на крыше как раз канатка в ту сторону да ты поаккуратнее там ладно а так от чем не тачку типа тут бросить не тачка я бросать не буду ты чё я карта добыл мне теперь на базу валить надо по какой дороге мне ехать а ну вот прямо и потом направо получается все просто по рейсу и 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 с пылью. Так, здесь мне направо. Бой. Так, ну, тут остановимся. Главное, ключи в тачке не забыть. Да, буря начинается, вижу. Нормально вы тут устроились. Присядем. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артем. Хорошие новости. Артем добыл карты. Молодок, Артем. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных много. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода идти до оброры и людям, сам видишь. Степан, князь и Алеша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия... Неприемлемо. Юля рассказала, где источник. Но он, естественно, охраняется нефтянниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача любой ценой доставить воду на Аврору. Прям любой-любой? Я... Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Да вроде не шумит. Да, уже вон. Нормально. Так, отлично. Но мне нужен верстак, да. Дело есть. Мм. Артем, пока тебя не было, я доделал для тихаря еще одну штуку. Можешь установить? Верстак тебя ждет. Ну как? Патрончики опробовал? Должны работать отлично. Все-таки нефть вокруг. Священное пламя не наверняка понравится. Не успел опробовать. Так, мне вот это почистить. Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Так, что тут за улучшение? Пневмосистемы с автоподкачкой? Вот это вот круто. Ну, поставим по-любому. Так, это дробовичок. Его тоже нужно модернизировать. Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал. Так, это на дальний бой. Дальний, средний и бесшумный. Все есть. Востока нет. Странно. Так, здесь... Одно из двух. Или Восток в зону ответственности. Центр не ходит. Все, все вроде починил. Или... Или кто-то унес все карты восточного региона до нас. А у вас воды совсем больше нет? Так, тут все как-то скучно. Так, а это ребятки с обезвоживанием. Им срочно нужна вода. И мне ее нужно найти. Так, этого трупа, по-моему, не было. Ты что тут? Чилиш, чувак. Так. Я отправляюсь в Оазис. За водой. Но вначале надо встретиться с Дамиром в указанном Гюльместе. Точки. Хорошо, сейчас отправимся. Только мне бы поспать. Тут есть кровать? Какая-нибудь свободная. Типа вот этой. Не, я не могу поспать. А то у меня в глазах уже двоится, когда я близко вижу. Нет, у меня и фляги-то нет. Раньше не нужно было. А это что такое? Подожди чуть-чуть. О. Дядя Артем, это мне? Да, возьми водичку. Ух ты, спасибо. Это Гюль передала, кстати, да. Да, чуть не забыл. Смотрите, дядюшка, Ерман. У меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды и налили. Так, а что это за место и где это место? О, блин. Это опять в обратную сторону ехать. По той же дороге получается, да? Ну, ладно, сейчас, может, по пути куда-нибудь еще заеду. Какие тут вопросики у нас есть? Вот, возле дома, получается, на перекрестке я поверну налево. И там будет с левой стороны. Да мне не надо это. Все, вроде запомнил. Хорошо, что на уазике вода бесконечная. Тихо, 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 чуть не врезался. Все слушай, барон говорить будет. Все слушай, барон говорит. Интересные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с тем освещают типа не при делах. А только видели, их людей наточили, что у пацанов на посту было. Короче, отборожки по всему полные. Поэтому клювами никому не щелкать. Всем отбой, барон сказал. Короче, на нас, походу, охоту открыли. Так, а это что у нас за местечко такое интересное? Какие-то развалины. И все пищит вокруг. Так, у меня что-то с загара... А, вот, поднять. Все. Труб в текстурах обыскал. Так, ну все. Вроде мой металлоискатель наручный не пищит. Значит, все обыскал. Все нашел. Оба-бана. Только вот это чуть не пропустил. А что опять пищит-то? Тут где-то. Может. А где? Где пищит-то? Нет. Опять глюк какой-то, да? Ну ладно, поедем дальше. Ооо, с горочки. Так, вот она. Оба-на. Это что за засада? Не понял. Где кто? Это перекати поле просто. В спину заходят. Все? Вот это засадка. Вот это, да? Что вы думали, пацаны? Так, и еще тот трупешник тоже надо обыскать. А, избил я одного. А, все, я его обыскал же. Так, главное, чтобы тачка сейчас не загорелась. Если она, конечно, может тут загореться. И вот этого жмура обыскать надо. Все, сейчас, получается, я поворачиваю налево. И примерно в середочке будет вопросик. О, это опять буря, что ли? Так, где-то здесь. Вот эти что-то ли, это, типа... Вот, блин, опять реально буря начинается. Блин. Опять засада тут. Тогда быстро ее проезжаем. Ой, хорошо проехали. Можно было бы, конечно, остановиться, но... Пусть живут пока. О, крысы тут бегают. Так, развилка. Мне на развилке куда? Прямо. Прямо, и дорога должна потом пойти направо. Все слушать, барон говорить будет. Всем слушать, барон говорит. Да, по каньону в горах у источников. Все дети лохматые против наших пацанов поперли. Вась, тебе что? Мое слово, это так шопу потереть. Хорошо, конечно, что рабы там сами плотились и жрать не просили, да. Но так и надо было их забирать, пока не морзели. А теперь до старей, что они на повелителе огня лоб упознили. Так, мне сюда, походу, да? Дамир же там сидит. Ну да. Сдалека и не узнать. Ну так, слегка. Уже трое скопытились. Почти. Ух ты. Как за горку уходишь? Монету бури. Закончилось. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считаем целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Ого. Реально целый город. Ну ладно, пойдем, значит, узнаем, что тут как произошло.